Всё, чатик, мы начинаем, мы остановились на джекбокс пати пэк 3, осталась там одна игра, и после этого мы переходим на джекбокс пати 4. Сделаем потише. 170. Большое спасибо капитан номер 169 и капитан номер 170, рады приветствовать вас на нашем, на нашей дискотеке в честь военно-морского флота. Да, раздевайтесь, танцуйте вокруг шестов. Так, блин, я такой шизоид, постоянно какую-то фигню придумываю. Уже 171, добро пожаловать капитана номер 171, добро пожаловать в наш военно-морской флот. Настоящий. Вам надо пройти пятилетнюю учебку, после этого вы отправитесь в плавание, попрощайтесь с детьми и женой, вы их больше не увидите. Не потому что вы будете долго служить, а потому что вы умрёте. Во имя Родины. Благодарю. Мрачняк пошёл. Капитан номер 172, добро пожаловать на борт нашей субмарины. Это военно-морской подводный флот спецназначения. Наши торпеды входят в самые узкие места, создавая дискомфорт в тылу противника, если вы понимаете о чём я. Так что вставайте за штурвал и направляйте в тёмное и узкое пространство вашу подлодную лодку. Да, спасибо. Спасибо большое. Хорошо. Что ж, ребята, поехали. А, геймпад нужен для этого. В последнее время покупаю газировку. А, вы помните, завтра, завтра, God of War, самый последний, который на плойке, уже завтра. И завтра же будет ещё один небольшой перерыв на одну тактическую РПГ. Вы знаете, я любитель тактических РПГ, привет, Дивинити. А вот, так что будет прям... Да, он будет небольшой. Он будет небольшой перерыв. 90% стрима будет занимать году фор, если что. Сразу предупреждаю. Благодарю, капитан номер 173. Рады приветствовать вас на нашей карамельной фабрике, где мы производим карамельные конфеты. В формах военно-морских... Военно-морского флота. В нашем производстве есть карамельные конфеты на виде субмарины, крейсеров Аврора и американских линкоров. Не забывайте, когда достанете формочку карамельную, полить сверху шоколадом и потом запаковать. Добро пожаловать на фабрику, вставайте за станок. Спасибо большое за службу. Так, ладно, всё, начинаем чат. А комикс будет? Вы хотите, чтобы... Вы хотите, чтобы я круто проходил, да? Я прошёл все годы форы, кроме экстеншн или как там, эстэйшн, потому что мы не можем его пройти. Вы хотите, чтобы я почитал комикс, который показывает, что случилось после последнего года фора, перед этим, да? Заполнит пробел. Окей, тогда я... Хорошо, завтра, перед началом прохождения, я запущу на полчаса пораньше и прочитаю вам комикс, God of War 4. Покажу вам его на экране. И мы узнаем, что произошло. Вот это, вот это я понимаю, прохождение игр! Кстати, у меня есть очень, у меня есть очень забавная информация касательно игр. На Твиче, к сожалению, я не могу её разглашать, она реально конфиденциальная. Как только конфиденциальность спадёт, я вам расскажу просто Рафлан Ржомбу, который будет крайне грустный, и... который демонстрирует современные реалии. Очень хорошо. Вот. К сожалению, сейчас не могу поделиться информацией, потому что она конфиденциальна и находится под НДА. Так, ну что, ребята? Смех Лыс 2. Вторая часть Смех Лыста. Игра, где можно всё... Игра, где можно всё возвращается. Придумай идеальную, плохую замену зубной пломбе и побеждай. Устал от наших вопросов, теперь можно сделать их самому. Так, ставки. Модеры, поднимите ставку, войдёт ли стример в топ-3. Модеры, ставочку поднимите, войдёт ли стример в топ-3. Так. Очень странно. Сейчас, погодите. Ага, вот, всё. Так, зрители, да. Я вклю... Ребята, в Смех Лысте 2 появилась игра для зрителей, прикиньте. Короче, вы будете играть прям по-по-по-жёсткому. И обязательно... И обязательно залогиньтесь твича. Это важно. Вот. Это важно. Так. Подключаемся. Так, сейчас. Сначала войду я. Ага. Готовы? Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Так, зрители, заходите давайте. Ждём, пока чуть больше зрителей зайдёт. Модерация. Будьте добры. Помогайте людям. Дублируйте, пожалуйста, ссылку с кодом. Приём. Модерация. Ссылку с кодом. Будьте добры. Реванал, делай как Димон. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Так, ну чё, поехали. Всё. Кто хотел, зашёл. Поехали. Смехлыст. 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 Я жмите, и я не знаю как вы, но я собираюсь провести для вас смехлыст. Смотрю, вся компашка в сборе. Тогда я нажимаю эту большую красную кнопку с надписью «Поехали». Помните, каждый, кто не может писать свои ответы, по-прежнему может играть, присоединившись к зрителям. Понятно? Время первого раунда. Вы увидите два задания на своих девайсах. Напишите на каждом что-нибудь забавное. Или не очень. Затем все остальные решат, чей ответ лучше. Ваш или чей-нибудь другой. Демократия во всей красе. Чем больше ребят выберут ваш вариант, тем больше очков получите. Поехали. Готовлюсь к ринжу, да? Так. Внимание зрителей, пока вы ждете этих раздражающих медленных игроков, почему бы вам не попробовать себя в этом увеселительном задании? Готовлюсь к ринжу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать. И здесь, оказывается, можно это. Это хрень. Это полное дерьмо, что они... Это полное дерьмо, что они сделали чат. Полное дерьмо. Просто. И по-другому нельзя сделать. Мда... Разрабы идиоты, конечно. Потому что зрители только для стримеров. Ничего не можете придумать. Не было банов, но неважно. Они будут. Ну, разрабы дурачки просто. Разрабы дурачки. Они делают зрителей для стримеров. Лучше пусть это будет смешно. И не понимают, как это работает. В цветной версии 17 мгновений весны многие люди узнали, что у Штирлица... Окей, юзаем свои девайсы для того, чтобы выбрать лучший вариант. Да ладно! Большой! Вы даже не выкупили прикол! Реально! Просто большой член победил! Чуваки, ну... Серьезно? Фраза большой член победила, которая абсолютно беспонтовая. Ой, не победила, но почти победила. Это просто... Так, ээ... Вы, наверное, да... А, ну вы, наверное, даже не знаете, что это такое. Эээ... Блин, я не успел выбрать. Мы строим, вы отдыхаете. Именно под таким деви... Привет, чатик. Сергей, хорошая. Я не успел выбрать. Не, ну серьезно, большой член победил, это супер беспонтово было. Просто... Следующее задание. Идеальная, но странная парочка. Пианистка Керанука по роялю и... Так, и... Окей, голосуем. Я знаю, что победил. Просто с таким маленьким отрывом столько выбрали просто член фразу. Это меня удивило. Когда она... Ну... Типа вообще же ни о чем. Ваше следующее задание. Странная кнопка в автомобиле Джеймса Бонда подписана как... Голосуйте на своих девайсах. А во сколько завтра подрубишь? Ну, не знаю. Хоть где-то император проиграл. Я не проиграл, если что. В той схватке я не проиграл. Ну, вот в этих ответах я выиграл нам. Спасибо, серьезник. Твич, ты ты. Я не давно выгодлял примеры о своей подписке. Окей, следующее. Говорящее название вымышленного города в Австралии. Голосуем сейчас. Сережа, у тебя... Почему ты спрашиваешь об этом? На полуга, на лапуга. Опять я выиграл. Я не знаю, Австралия с пауками, я не знаю, как еще его назвать. И дальше. Да ладно, да. Плохо слово для сочетания со словом «бекон». На старт, внимание, голос. Пусть будет это. Да-да, фигня на фигне, фигня на фигне. Самое забавное, что пусти сюда чат, он будет только про члены писать. Узнаем, видели. Знаем, видели, да. Знаем, видели. Дальше в списке. Секретный памятник, находящийся в Москва-Сити, называется... Время голосовать. Я, честно, я даже никого не буду выбирать, потому что это настолько беспонтово и не в тему. Без обид, ребят. Не хочу никого обидеть, но это просто настолько ни о чем. Что даже как будто бы... Как будто бы вы писали к чему-то, к какому-то другому вопросу это. Окей, дальше... Лучше бы член написали, это было бы забавнее. Гарри Поттер знает странное заклинание, с помощью которого он может... Ну, это забавно. Ладно, с самками я бы все равно проголосовал за это. Забавное заклинание, да. Ладно. Раунд первый закончился. Давайте узнаем, кто у нас пока что лидер. Время второго раунда, и надо сделать его интересным, так что я убаиваю все очки и бонусы. Слышали, да? Я закрываю то, что там будет чат. Ребята из зала могут побаловаться с заданием для зрителей. Пока мы ждем основных игроков. Так. Блин, полный отстой. Вообще не знаю, что написать. Ничего в голову не лезет чат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вообще не знаю, что написать. Чего? Время уходит. Если нужно, используйте спасалку. Короче, мне пришлось спасалку завязать на один вопрос. Посмотрим, что получилось. Думал, 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 что-нибудь ты не сделал. Сегодня мы представляем вам новое уникальное изобретение. Это... Окей, время голосовать. Выберите понравившуюся карточку. В любом понятной ситуации пишите. Пишите, лен. Спасалка, да, спасалка. Кого-то забайтила спасалка моя. Молоко убежала. Молоко убежала. Движемся дальше. Реально хреновый роман для подростков должен рассказывать о девушке, которая влюбилась в... Ну, кстати, хорошая. Офигеть, какие вы оригинальные. Ну, ладно, это все-таки забавно немного. Немного забавно. Чуть-чуть забавно с первым, да. Я проголосовал. Продолжаем. Первое, менее страшное название фильма «Челюсти». И голосуем. Ну, я бы другое написал. Отстой. Я бы написал «Зубки». Реально. По прогрессии. Кусь-куськи. Блин, это ж говно. Ой. Так, дальше. После самого неудачного кастинга роль Продо Бэггинса из «Властелина колец» будет играть. Приготовьтесь голосовать. Чувак, мне не нужны твои советы, hell no play. Окей, бро? Мы здесь не любим советчиков, когда они просят о чем-то. Поэтому твои сообщения никто и не читает. И следующее. Сплетни о страусе, которая ходит среди других птиц. Время для голосования. Где Доминик? Какой Доминик? Какой Доминик? А-а-а! Торетто! Я понял. Лидейший. Точно. Семья, семья, семья. Дальше. Как пьяный кролик может опозориться? Голосуйте на своих девайсах. Умереть облен, его примут за крольчиху. Ну. Ладно. А я бы написал, э-э-э, трахался бы больше двух секунд. Типа, позор для кролика. Ха-ха-ха-ха. Следующее в списке. Что-то пугающее, что может оказаться на фоне селфи. Время голосовать. Ххз, ххз. Говно. Идем дальше. Говно. Как назывался бы 13-й месяц в году? Голосуем сейчас. Тут забавно. Вы даже не старались. Просрал все равно. Второй раунд готов. Посмотрим, кто сейчас выигрывает. Давайте, давайте. Топ-3 я вхожу. Кто ставил на меня, интересно? Кто я в трет... О-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о! Последний раунд, ребята. Третий, финальный раунд. Шанс вытащить... ...который все получат одно единственное... Шанс вытащить ваши коины. Придумайте ответ для этого словесного раунда. Ээээ... Чё? Какой отстойный вопрос! Полный... А, тут нет чата? Полный отстой. Вообще, даже не знаю, чё написать как бы. Не знаю, вообще, полное дерьмо. Вопрос вообще ни о чём. И вот, что вы наделали. В финальном раунде вы можете вручить одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль трем лучшим карточкам. Выбирайте. Эээ... Честно? Ээээ... Ээээ... Ну, пусть будет так. Так... Короче, я только одну медаль выдал. Потому что, ну, остальное вообще прям... Хорошо, давайте узнаем, кто завладел медалей. Я одну медаль выдал. Сначала бронза. Представьте нам серебро. И золото. Теперь переведём эти медали в очки. Вот честно? Когда... Эээ... Когда вот такие ответы... Типа... Типа ху... Это вообще... Типа... Ты такой... Ну, реально просто! Даа... Ну, я только остался на пятом. Блин, Реально? Когда вопросы... Когда ответы, типа... Просто одо слово... И, БЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁо... Модер, рассчитайте ставку. Рассчитайте ставку. Чё, ребята, можем ещё смехлыс сыграть с новыми игроками? Как вы на это смотрите? Только я вот не пойму, я могу как-то убрать чат? Погоди, игра для зрителей. Пока игроки отвечают на вопросы, зрители могут отвечать на отдельный вопрос, и их ответ будет появляться на экране. А, вот, всё, изи. Короче, зритель включил, вот эту штуку убрал. А теперь не будут появляться слова на этом. Всё. Ручная цензура, она не для зрителей, чувак, держу в курсе. Ручная цензура позволяет первым вручную цензурировать ответы. Это ответы игроков, а не зрителей. Зрители никак не цензурятся, абсолютно. Речь только об игроках. Ой. Плюс, всю цензуру можно обойти автоматическую. Так что... Ну что, ещё рубанём в это? Вроде бы недолго шло. А чат? Давайте ещё разочек. Ну ладно, а чё один раз, давайте. И потом пойдём дальше. Давайте ещё разочек, и всё. И идём в четвёртую. Так. Лицо за баннером, я сейчас подниму. Я знаю, что меня баннер закрывает. Так, никого вроде бы из прошлой игры нет. А почему зрители есть, а почему их не считают тут? Что за бред? На, этот был, да. Очень смешно. Ну ладно, давай. Вы зашли, да? Окей, го. Сейчас узнаем. А, во, во, отобразилось всё. Отобразилось, да. Баг был. Баг с отображением. Привет, мистер лорд. Баг с отображением. Секлыш! Секлыш! Жмите здесь, и вы оставайтесь здесь, пока не закончится игра, и никто не пострадает. Очень хорошие имена. Когда моя капибара наконец-то родит, я назову её детёнышей, вашу честь. Это раунд первый. Чем больше людей, которым понравился ваш ответ, тем больше будет очков. Начинаем. Давай. А, ставку модеры не подняли? Уже не надо поднимать всё. Таймер. Эм. Ой, блин, я не вижу таймера. Так. Время подошел. ... Время подошел. Все. Время почти вышло, используйте спасалку, если вы не успеваете. А, не успел набрать, пришлось это, не успел набрать, блин. Ну что ж, давайте посмотрим, начинаем. Придумай название бассейну без раздевалов. Не успел набрать. Окей, выбирайте лучшую карточку. Не успел набрать. Кринж хлыст! Нет, нет, я выдал ответ там, но просто это... Кринж хлыст! Кринж хлыст! Кринж хлыст! Кринж хлыст! Кринж хлыст! Кринж хлыст! Так, что там дальше? НАСА злостно умалкивало, что много лет они наблюдали за... Безмощный телестор. Ха-ха-ха! Окей, голосуй! Ой, блин! Здесь же реально много забавного можно! Подсосы? Конечно, подсосы! Никто не знает, где чей ответ. Я ни о чем не говорю. Подсосы! Подсосы экстрасенсы. Следующее в списке. Ты глазами подменёй. Говори мне ничего, пока я не выпил кофе. Не трогай меня, пока я... На старт. Внимание, голос. А я бы написал просто тупо. Не говори мне ничего, пока я не выпил кофе. Не трогай меня, пока я вытираю жопу в сортире. Блин, я прям так грынсал. Сука. Хрень. Реально, реально я бы так написал. Так что, да. Да блин, это было бы забавнее, на самом деле. Это реально было бы забавнее. Идём дальше. Из перевода Библии была вырезана часть, в которой Иисус. Приготовьтесь голосовать. Хорошая шутка. Нормально, нормально. Ваше следующее задание. Только дровосеки жалуются на это. Голосуем. Первый был лучше. Типа не родился. Но я бы, наверное, написал бы из такого же, я бы, наверное, написал не воскрес. Это спасалка. Я не успел написать. Это спасалка, наверное. Жена бревно, я не стал писать. Очень предсказуемо, нереально. Я хотел написать что-то более длинное, но в итоге... Совет от инструктора по вождению. Ведите свои голоса. Ну, это спасалка. Это как бы... Она часто не в тему пишет что-то. Окей, дальше. Через 25 лет люди будущего будут оглядываться на свое прошлое и говорить, что они были идиотами, потому что не понимали. И голосуем. О, две спасалки. Ну, это две спасалки. Ну, банные тапочки были хоть чуть-чуть гэговыми какими-то. Тиро потом. И следующее. Почему мы оказались на этой земле? На старт. Внимание. Голос. Блин, вот в чате очень смешная фраза. Парофлу. Просто парофлу. И все. Парофлу оказались, да? Второй, два, второй. Раунд номер один закончился. Давайте же посмотрим, кто справился лучше всех. Шестое место, че, шестое место. А теперь второй раунд. В два раза больше стоимость очков и бонусов. Двое больше интриги. Какие лоли, да? Я тоже. Забейте вообще. Парофлуа. Продолжение следует... 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 И золото. Медали — это хорошо, но очки ещё хорошие, поэтому... Хорошее! Гов завтра, да? Окей, увидим же эти финальные результаты. Давай! Блин, топ-четыре! Чуть-чуть, чат. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Тебе уже ответили, Тирол, что нет? Научись слушать, когда задаёшь вопросы. В противном случае не задавай их, раз ты не слышишь ответы, которые тебе говорят. Окей, Тирол. Так, ну чё, чат? Поехали в четвёртую.